привет вот что мне приходит в голову порой вот когда вы приходите в музей ну в Эрмитаж или в какой-нибудь другой вы или кто-нибудь другой какой-нибудь другой человек вот он смотрит картина малых голландцев потом он поднимается на следующий этаж смотрит на полотна Гогена потом переходит в другой зал смотрит на картина Рубенса а потом подходит к выставке современного абстрактного искусства или концептуальной какой-нибудь скульптуры простите и от того и другого третьего четвертого получает огромное удовольствие по состоянию которое вызывает вызывают эти произведения искусства удовольствие примерно одинакового уровня это к чему я говорю к тому что я никогда не зацикливался на музыкальных стилях точнее зацикливался когда был молодой совсем когда мне было там 16 лет или 17 или 20 когда отрицаешь все что не укладывается в стиль той музыки которая тебе нравится в данную минуту в данный день в данный месяц или даже год но потом после частого посещения музеев и разглядывания различных картин я сопоставил эти вещи и понял что совершенно глупо лишать себя удовольствие слушать музыку самых разных стилей потому что в любом стиле есть гениальные совершенно музыканты и стиль вообще не играет никакой роли на самом деле просто музыкант играет в том стиле который ему близок как ему нравится говорит на том языке который для него естественен ведь смешно утверждать например что английский язык лучше французского или русский лучше там китайского или там немецкий хуже суахили это просто разные языки и на испанском пишут гениальные книги и на японском и на каком угодно другом это я к чему это я к тому что однажды в начале девяностых я заехал к своему товарищу лёши рацину который служил в ту пору барабанщиком группа аквариум и стали мы с ним слушать музыку мы с ним в ту пору часто встречались лёша познакомил меня с замечательной группы the future sound of landon и мы зависали на электронной музыки с ним слушали эти неземные электрические построения the future sound of landon и прилагающимся прилагающихся к этой группе про проектов разнообразных лёша очень увлекался электронной музыкой мы с ним даже создавали некие гитарно-компьютерные произведения и вот в тот самый визит когда я о котором я говорю лёша включил компакт проигрыватели я услышал какую-то адскую музыку совершенно чудовищную игры лёша что это такое пантера сказал барабанщик группа аквариум увлекающиеся электронной музыкой и мы стали слушать группу пантера получая от этого гигантское удовольствие приходя в гнеземной просто щенячий восторг странно наверное да от меня это слышит но хотя чего странного любитель битлз любит хорошую музыку это должно быть всем понятно и так фил ансельман дэймонд дэймонд даррелл рэкс брукс винни пол ну собственно два брата и бота барабанщик и гитарист и вот эта пластинка fabiant driving 1994 года издание обложка оригинальная кстати говоря запрещенная в силу того что неприличная многим ближе вот эта обложка наверное вот в таком виде пластинка выходила большими тиражами в таком виде это уже переиздание люди сделали оригинальный вариант обложки говорят страшная музыка вот я прочитал в комментариях тут у себя что блюзмены считают это анти музыкой это страшная громкая жуткая ужасная музыка я сразу представил себя до проба добропорядочную американскую семью в конце 50-х годов в своем американском домике дети сынишка дочка папа с мамой мама отчаянная домохозяйка папа какой-нибудь служащий банка и вдруг они слышат билла хейли или и и и или того хуже еще чака бери и можете представить себе ужас который их одолевает и эпитеты которыми они награждают музыку билла хейли или чака бери что это кошмар это анти музыка это грубо это резко это страшно неприлично и слушать это нельзя запретить сломать пластинки сжечь распять казнить и как говорил курёхин четвертовать и заточить останки петропавловскую крепость на сто лет вот так поэтому ничего страшного в группе пантера нет кроме очень кайфовой музыки это настолько музыкальная пластинка настолько наполнена смыслом музыкальным что у нее можно погружаться довольно долго переслушивая и каждый раз открывая какие-то новые для себя вещи я пока не мере слушал много раз этот альбом и каждый раз погружался в него и там такие интересные штуки такие интересные музыкальные находки хотя кажется все может быть тем кто впервые слышит эту музыку что это вообще кошмар какой-то страшный металл какая разница металл не металл там так люди играют так мыслят так так такой композиторский подход невероятные которого я честно говоря не встречал потому что ощущение такое у меня создается что группа вся собирается перед ними текст песни и они удивительно синхронно удивительно одинаково его понимают и следуя за текстом играя предварительно какое-то вступление но следуя за текстом следуя за голосом вокалиста все играют удивительно слаженно четко точно но без какой-то заранее придуманной формы а вот следуя за мыслью идут понимаете да о чем я говорю то есть ничего нет появляется какая-то мысль написанная на бумаге изложенная и они за ней идут ломая форму останавливаясь начиная заново убыстряя темп снимая темп делая паузы делая какие-то сбивки невероятные и просчитать это заранее я не представляю как хотя это все просчитано написано придумано и сделано это удивительная вещь совершенно такой подход я не встречал ни у кого честно говоря если вы поняли о чем я говорю может быть я не очень четко выразился гитарная игра конечно сметает здесь напрочь и ощущение такое что дарвел использует разные питчи разные компьютерные штучки чтобы сделать вот это скольжение по нотам никакой слайд никакие вот эти вот механические штуки такого не не произведут такого звука именно такое стремительное скольжение вверх вниз а потом становится понятно что все это все это дело в звукоизвлечении все это дело в работе с рычагом и в адской скорости пальцев левой руки а также и правый невероятный совершенно и все это с рычагом который чудесным образом не отламывается работает все это с искусственными флажолетами которые свистят поют скрипичными голосами или саксофонными голосами все в этих штуках все все а как он использует обратную связь тот самый фидбэк тут мог и хендрикс позавидовать бы например в песне под названием тросов rejection тросов rejection предпоследняя песня перед планет караван она заканчивается таким грандиозным фидбэком причем не одним а там наложено несколько несколько нот и это просто вот джимми хендриксу привет большой господина даррелла ну начинается альбом с классического трэша такого заводного вот этого и понеслась и кажется что так и будет дальше это будет скучно но скучно не происходит потому что неожиданно меняется рисунок неожиданно все замедляется начинается шагающий такой размашистый риф про голос я уже не говорю голос прекрасен искренним энергичен и страшно злобен что очень хорошо на самом-то деле ну потому что хорошо потому что эта эмоция это отлично читаемая эмоция вообще группа эта группа тире эмоция и вот этим она подкупает уж когда музыка без эмоционально она ее можно выбросить на помойку сразу можно вообще не слушать я не буду называть имен все знают многие даже любят моя у меня есть десяток групп которые я на дух не переношу именно в силу их абсолютных без эмоциональности и а сексуальности не побоюсь этого слова но неважно беками следующая вещь просто какой-то страшный марш не марш ну какой-то такой вот трактор поехал поехал и затянул 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 и уже все и не вытянуть дальше fight меня целом все туда же уже въезжаем въезжаем в музыку пантеры и доходим до i'm broken песня которая стала синглом страшное злобное произведение но очень музыкальное очень музыкально good friends and a bottle of pills это привет одновременно и каптану бифхарту и франку запей king crimson и кому угодно совершенно с точки зрения классической вообще анти музыкальная какая-то штука вне мелодии вне вне ничего набор странных очень звуков но при этом все эти звуки складываются в произведение которое вполне можно назвать песней какой она и является hard lines sunken six семиминутное произведение начинается с в быстром темпе в таком тоже как бы трешевым а потом раз и уходит в какой-то прогрессив вот начинается уже прогрессивный урок настоящий с удивительным соло гид на гитаре здесь здесь это кстати первое слово это по счету шестая песня но вот то что называть соло когда гитарист играет выходит на первый план на аванс сцена играет здесь первый раз такое хотя соло если так уж разобраться здесь играется с первой до последней секунды всего звучанием то вся музыка здесь лежит на гитаре на страшных вот этих вот скользящих звуках сквозь все ноты сквозь весь гриф сквозь сквозь вселенную сквозь небеса играет даррел удивительным образом я не понимаю как это происходит откуда берется такой звук такие приемы и что интересно он не играет нигде затертые вот эти вот привычные хорошие любимые всеми блюзовые фразы которыми например играет дэвид гилмор от начала до конца все пластинки pink floyd они все построены на вот этих блюзовых там из четырех из пяти нот фразах они приятны они привычны они музыкальны они хороши но они в общем слишком уж привычны здесь ничего похожего нет а если где-то играются вот эти вот такие вот гамм кусочки гаммы то они играются так быстро и и так проскальзывают что что не раздражают своей банальности ничего банального здесь нет сладо же страшная вещь следующая просто просто страшная а моя любимая 25 years 6-минутное произведение где происходит такая штука который называют провал во времени начинается песня а потом ты падаешь куда-то в черную яму в черную глубину и летишь туда это все сделано звуком вот так вот проваливается все все и мир где-то оказывается далеко-далеко наверху а ты летишь в какую-то адскую бездну просто это ради одного этого момента стоит просто купить этот альбом шейдинг скин дальше и use my third arm и тросов рефлекшна который играл в самом начале то эти две песни я очень люблю предпоследнее и предпредпоследнее это уже полный какой-то здоровый хороший мужской хаос но настолько четко выстроены настолько музыкальные настолько все продумано настолько велико всего много и эмоционально что касается песни use my third arm это вообще это вот называется следуй за эмоцией потому что она как раз является образцом того о чем я говорил в самом начале когда перед тобой текст и ты следуешь за этим текстом следуешь за голосом вокалиста и какой аккорд ты сыграешь следующим ты сам не знаешь он рождается от эмоции от твоего состояния и все в результате получается гармонично очень здорово но и планет караван песню black sabbath под конец поражает своей широтой она так записано так спродюсировано что она такая же красивая как у black sabbath только в десять раз шире на весь горизонт вот так вот расползается ну а теперь как всегда пойду пить до новых встреч пока тут у меня вот ганелин чекасин тарасов на подходе который я послушаю в общем бай